Итак, во второй части видео я вам покажу, как нарисовать подснежник на тарелочке. Мы уже с вами решили, что мы берем зеленую краску и рисуем с вами листочки. Я рисую, потому что краска немножечко подтекает и поэтому удобнее будет рисовать на столе. Краски можно брать немного, чтобы ее растянуть и создался эффект листочка. Видите, как будто вот там подтеки у нее. Сейчас я рисую стебелечек, который идет уже от самого цветочка. Вот так вот у меня пока, видите, получается. Так, и я должна нарисовать сам чашечку, на которой у нас держится наш цветочек. Вот так. Видите, как у меня получается? Мазнула тут травки, но ничего страшного. Вы можете оформить всю тарелочку так, как вам нравится. Так, пока у нас подсыхает наш стебелечек, мы с вами берем синюю краску. И внизу рисуем форму лужицы. Но она тоже не должна быть слишком яркой, чтобы у нас с вами создался эффект водички. Я просто беру и растушевываю то, что у меня было на кисточке, таким движением, как будто у нас здесь лужа с вами. Вот так, смотрите, видите, получилось, как будто у нас с вами лужа здесь растеклась по тарелочке. Вот так. Видите? Так, у меня уже почти подсохла верхняя часть. Мы берем голубую краску, голубую, и нежненько-нежненько рисуем наши листочки подснежника. Желательно краски брать, чтобы в них не было много воды, иначе наш цветочек, он просто потечет. Вот по тарелочке. Будут образовываться пузырики, и он не создаст нам такой красоты, как вот у нас подснежники есть на самом деле. Так. И последний листочек у нас вот здесь. Ну, вот так вот. Видите, у меня голубой получился подснежничек. Мы сейчас ждем, пока он высохнет, потому что у нас еще есть желтенький цвет. Но пока мы ждем, где нужно нам будет много желтого цвета, мы можем взять желтый. Мы можем взять желтый и сделать, как будто у нас здесь солнышко. Видите? Вот так сделаем. Я поставлю несколько точечек, вот так. Мы намочим кисточку в водичке, и просто вот этот желтенький вот так вот тут раскрашиваем. Фон делаем. Вот так. Пускай у нас будет желтенький, такой яркий, насыщенный, как будто у нас тут светит солнышко нашему подсолнуху. Ой, подсолнуху простите, детки, нашему подснежнику. Вот так. Вот так. У меня получилось, смотрите, видите, как будто размазалась водичка, и получилось, как будто желтенькое солнышко там светит на фоне ему. Так, ну что ж, ждем, когда у меня подсохнет цветочек. Ну, он у меня уже подсох. Мы теперь берем густую желтую краску, густую, очень много, густую. Так, чтобы она у нас была прямо очень много на кисточке. Вот так. И в серединочке нашего подснежника, сейчас я вам покажу, мы рисуем желтую серединочку. Мы рисуем желтую серединочку. Вот так. смотрите вот так в общем то наш подснежник готов мы единственное можем очень красиво тоненькой тоненькой кисточкой аккуратненько нарисовать краешки цветочка но это если вы пожелаете я сейчас попробую вам показать как это сделать вам могут помочь родители в этом вот так смотрите какой у нас шикарный подснежник получился ну вот в общем то мы с вами все сделали поделку мы с вами сделали если вы хотите вы можете взять зеленую краску зеленую краску намочить большую кисточку если вы хотите так сделать вы можете спокойно вот так края тарелочки покрасить зеленым цветом и у вас будет ощущение что ваш подснежник стоит прямо в траве вы можете сделать вот так это уже на вам по вашему желанию если вы захотите у нас будет очень красивая тарелочка с подсолнухом вот такая ой второй раз я вам говорю с подснежник с подснежником красивый наш весенний цветочек подснежник на тарелочке а тарелочку мы разрисовывали с вами сегодня не просто так связи с тем что мы с вами сегодня проходили уроки этикета правила поведения за столом и как ставить все предметы на стол мы с вами все это изучили и так вы помните что за столом мы себя ведем красиво мы не балуемся мы знаем как правильно сидеть помните кулачок от стола до вашего животика что тканевую салфеточку мы кладем на коленочки чтобы в итоге вытереть ручки бумажная салфеточка мы вытираем ротик что мы все едим кусочками не торопимся и не глотаем мы аккуратно все жуем все что вам понадобится у вас должно быть на столе это тарелочка для горячего тарелочка для салата тарелочка для хлеба ножик для масла вилочка для салата вилочка для горячего ножичек чайная ложечка большая ложечка столовой и стакан для воды молока или сока кто как любит и мы с вами выучили положение вилочки и ножа, как правильно сказать всем, закончили ли вы еду, или вы хотите добавки, понравилось ли вам, и как вы себя ощущаете за столом. Итак, попробуйте сегодня с вашими родителями покушать за столом вместе и поговорить на какую-нибудь интересную тему, обсудить, например, тему весны, подснежники, например, которые мы с вами сегодня рисовали на тарелочке. Итак, я желаю вам хорошего дня, я родителям в приложении пришлю схему, как нарисовать подснежник на тарелочке, а также схему, как накрывается стол, и как вы можете сказать, понравилось вам блюдо, нет, закончили ли вы кушать, или только начинаете. И приятного вам дня!